Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья! Большой пламенный привет всем, кто смотрит и слушает. Первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне» телерадиоканал «Страна-ФМ» Александра Хайрулина. Программа «Лучшее в стране». И мы с вами сегодня действительно узнаем об одном из самых ярких, театральных и лучших, безусловно, в нашей стране событиях. Итак, внимание! 16 декабря уже прошлого года во свадьбе Поливанова в столице состоялась премьера первого в России театрального сериала в иммерсивном формате «Дом 1907». И я рада вам представить своих гостей. Друзья, Агата Вавилова, автор идеи, режиссер, актриса спектакля, Рустим Бахтияров, композитор, музыкальный руководитель и также артист и актер этого спектакля. Ребята, здравствуйте, добрый день! Добрый день! Мы очень рады вас видеть, спасибо большое, потому что, ну, событие такое очень яркое, для многих долгожданное, интересное, и, конечно, мы хотим с вами с удовольствием пообщаться и узнать все подробности, прям подробные, приподробные подробности. Нам не жалко, мы рассказываем. Не-не-не, подождите, мы так не договаривались. Никаких подробностей. Тайна, тайна. Так, тайна, хорошо. Ну, ничего, я думаю, что мы все-таки в процессе сейчас разговорим, наши гости. Друзья, сразу же скажу, что у нас еще, кстати, будут и музыкальные такие вкрапления в нашем эфире, как раз, я так понимаю, те самые романсы, произведения, которые любезно сочинил Рустим, ну, и они использованы в спектакле, да, в этом? Да, да, да. Не только романсы. Ну, наверное, прям, давай с самого начала. Ты, поскольку являешься автором идеи и режиссером этой истории, и сценаристом, то есть это детище твоё целиком, абсолютно, и полностью. Пахнет жениц на дуде и греце. Хорошо, ну, а к усадьбе Поливанова ты какое отношение имела, скажи мне, пожалуйста? Никакого не имела отношения. Ну, во-первых, я должна сразу сделать ремарку, что я не единственная являюсь автором идеи. Есть еще один человек? Мы не знаем других. А я вот тебе расскажу сейчас все. Вот они, начинаются эти. Да, да, да. Открытие. Открытие откровения. Есть еще замечательный наш коллега, который сегодня, к сожалению, не с нами в студии, Сережа Сорокин, с которым мы, собственно, являемся с авторами идеи, именно как вот вообще идеи спектаклей, что это будет. А к усадьбе Поливанова, мне кажется, мы с ней навстречу друг к другу шли как-то случайно. С 1812 года прямо оттуда. Приблизительно, да. Я не дурно сохранилась, знаете ли, по Сибири Штала Мороза. Мягко говоря. Мы как-то шли навстречу, то есть это такое встречное желание, встречная идея. То есть мы хотели сделать спектакль, а они хотели спектакль. Вот как-то так. Ну, в общем, надо сказать, что это такая старейшая усадьба, да, немножко историю дадим? Где-то там примерно 1812 год, если я не ошибаюсь. Постройки. У меня было два по истории, да, в школе. Да, ты не моё. В общем, там какая-то интересная история у этого дома. Он горел два раза, это самая усадьба, да. И, значит, Реогенальный общественный фонд социально-правовой защиты отечественного архитектурного наследия... Я впервые лишь человек, который с первого раза этого говаривает. ...занимался всем этим делом. Там нужна была необходима реставрация очень серьёзная. По-моему, три раза горели. Да, даже три раза. Два-два, да. И я так понимаю, дальше, естественно, нужно было как-то привлечь туда людей, но решили, что люди туда пойдут не просто купив билет, а люди пойдут туда, оказавшись участниками действия некого театрального. Ну, это, в общем, гениальная идея. Ну, Агат, ты когда писала это произведение, ты уже знала конкретно, что всё будет происходить в усадьбе Палима? Да, конечно. Или у тебя было уже где-то... Я совершенно точно знала, где... То есть мы писали... Ну, то есть это создавалось, помимо того, что это создавалось под конкретное место, ни для кого не будет... Я упаду со стула. Ни для кого не будет... Ну, может быть, для кого-то и будет это откровением, но часть команды была набрана изначально. То есть, более того, сценарий отчасти писался и под некоторых конкретных артистов. Артистов даже. То есть, как бы, такая история. Ну, в общем, было чем вдохновляться, короче говоря. Это правда, что вы проводили там огромное количество времени? Да. Ночевали или всё-таки нет? На ночь уходили, ночевали тоже. Перед премьерой там вообще что-то только не было. Правда. Там денно и ночь, и... Есть прям даже такие истории где-то, а Агата рассказывает о том, что даже сами стены шептали ей просто. Какие-то вещи. Там не только стены, потому что этот дом, он на самом деле очень мистический. Очень мистический, в нём... Это мужчина говорит. Это, кстати, да. То есть, можно... Это не я, боже мой, мне показалось, что там что-то происходит. Нет, мужчина в Агата сидит и говорит, что это правда. Нет, там вплоть до того, что даже есть какие-то сущности, которые ведут, направляют, выгоняют. То есть, они, значит, хорошие всё-таки в большинстве своём. Он не пьёт. То есть, он говорит, нам надо здравоуметь. То есть, вот эти вот жители, которые там есть в этой усадьбе, они уже гораздо дольше там вас находятся, они, в общем, помогают вас? Они вас, получается, приняли, всё-таки полюбили, подружились? Вообще, я понимаю, что это может производить впечатление некого сумасшествия или какой-то там спланированный, мы сейчас тут мистики... Перакции, да. Да-да-да. Ничего подобного. То есть, этот дом... Ну, то есть, если абстрагироваться от мистики так немножечко, то всё равно же есть же некая энергетика места, и так... Ну, это действительно, да, кто-то к этому относится более чувствительно, кто-то менее. Это действительно дом очень странный. То есть, он не всех принимает. У нас на стадии создания... Так, подождите, вот человек купил билет. Не дешёвый, надо сказать. Да-да. Что делать? Нет, ну, это уж... Мы же его не приглашаем туда, как бы, жить. Да, это точно. А мы можем сказать... То есть, на пару часиков ничего. Средательная работа. Нет, они приходят как гости, и дом всегда очень рад гостям. А вот жить там, вот тот он не всех пускает. Мы не зря используем это слово «жить», потому что... То есть, этот проект нас... Короче, мы переехали в центр Москвы, в старинный особняк, как бы. Да, не знаю. Можем себе позволить, значит, в центре города просто. Да, ну да, это шикарно. Друзья, я сейчас предлагаю нам посмотреть всем... Минуточку буквально видео. Это как раз тизер спектакля «Дом 1907». Давайте запустим. Те, кто нас смотрит, сейчас насладятся картинками. Ну, а мы постараемся немножечко рассказать тем, кто нас слушает, что происходит сейчас. Так, жених-невеста. Правильно я говорю, Агата? Да, жених-невеста. Жених-невеста. Тут, если рассказывать покадрово, будет удивительная аннотация. Жених-невеста, руки, салфетка, женщина, пистолет. Жених-невеста, бутылка. Опять руки, карта исчезла, появилась. Исчезновение карты, да. Дяденька, часы. Людей, я пока не вижу, значит, делаю выводы, что съемки проходили во время репетиции. Все-таки Рустим, вот был замечен. Вот, вот это, да. Нет, это, конечно, не репетиция. Это, конечно, не репетиция, это специальная съемка была. Это специальная съемка. Замечательный... Костюм, вот, а-ля... Не надо комментариев. Прекрасный костюм. Замечательный режиссер Ванечка Громов снимал этот тизер, за что ему большое спасибо. Так, ну, в общем, нагнали здесь интриги. Ну, а как? Нагнали. Подожди, что дальше? А как же? Хочется спросить. Агата, ну, расскажи, пожалуйста, хотя бы вкратце нам, Рустим, помоги. Тоже на что настраиваться? О чем это представление? О чем этот спектакль? Я же так понимаю, реальных событий там нет. Это вовсе не историческая какая-то история. Это не классика. Вот у нас живой классик сидит, автор этого произведения. Нет, ни в коем случае. Некоторые ожидают, что мы каким-то образом использовали историю дома, историю, да, столицы в то время. Нет, ничего подобного. Мы, наоборот, осознанно выбирали время, которое находится между... Как бы на ребре вот этих исторических событий. То есть мы еще не отошли от одной... Да, от одних событий, не прикатились к революции и так далее. То есть такое время перевалочное. Как раз чтобы... Мне хотелось, чтобы это была история аполитичная, потому что сейчас очень любят по максимуму использовать, да, и делать ремейки старых фильмов, и по максимуму раскрывать тайные истории и так далее. Этого так много, и это какое-то настолько уже зубодробительное стало, что хотелось как-то так от этого абстрагироваться. То есть в основе лежат простые человеческие взаимоотношения. Абсолютно. Непростые, непростые, но человеческие взаимоотношения. Любовь, расставание, ну и пистолет, значит, убийство. Быть может. Быть может, быть может. Скажем так, это история о людях абсолютно точно в первую очередь, о людях, о чувствах, и о чувствах очень разных. Не только о чувствах любовных. Хотя, там, естественно, не бывает истории, в которой нет любви. Если в истории нету любви, значит, зря вы её рассказали. Ну, конечно, если есть любовь, она всё равно большинство людей зацепит. Нет, здесь, тем не менее, место мистики, очень такое, очень большое место для этой мистики есть. Потому что всё, что это происходит по сюжету, это всё изначально уже очень мистическое действие. Даже ввиду того, что у этих мистических персонажей, человеческие взаимоотношения, там, они всё равно мистичны. Восемь героев всего. Восемь. Ну, десять, можно сказать, десять. Восемь, скажем так, персонажей, влияющих на историю, и двое сопутствующих артистов, которые исполняют роли слуг дома, но они ничуть не уступают. Действия разворачиваются во всех комнатах этой усадьбы. Да. Сколько их перемещения, кстати, случается? Девять комнат. Девять, по-моему, девять или десять локаций, да. Да, плюс коридоры, этажи. Лестницы. Лестницы, да. В связи с чем, конечно, все прекрасно понимают, но кто хотя бы раз слышал и знает, что это такое, что ограничено количество посетителей и зрителей. 51, по-моему, да, я у вас читала. 51 случается иногда больше. И что тогда происходит? И тогда длительность спектакля увеличивается минут на 15. Потому что перемещение становится... Это действительно удивительно, абсолютно физкультурный вопрос такой. То есть действительно, чем больше людей, тем дольше они просто идут до следующей точки. Это действительно. История интересна тем, что она у вас называется не спектакль, а театральный сериал. Вот здесь объясните, пожалуйста, что мы понимать должны под этим. Здесь есть... Уже три серии есть, скажем так. Ну, это раз, да. Да, в первую очередь это три серии. Есть три маски. Белая, красная и черная. И уже человек может посмотреть три серии в данный момент. Подождите. Но только за один раз. В разный, да, в один день он может прийти на одну маску. На одну серию. Да, на одну серию, да. То есть история устроена таким образом, что сцены у трех групп, ну, одна или две, может быть, общие, они не пересекаются. Есть общая завязка и общий финал. И мы старались сделать так, чтобы все поняли историю общую, общий сюжет. Чтобы не было такого, что я не понял, что они хотели сказать. То есть история ясна, но она в одной группе раскрывается больше со стороны взгляда одних персонажей, в другой со стороны других. И то есть для того, чтобы увидеть все, надо прийти трижды. Мы классные маркетологи. Ну и самое главное, что, в общем, нужно три раза, ну, начать-то нужно с первого, разумеется, временной, когда это, кстати, можно сделать. А ближайший спектакль у нас, когда же, боже мой, 19-го, по-моему, января? По-моему, у нас 17-го. Есть сайт официальный, друзья. Да, спасибо. Дом 1907.ru. Там есть расписание. На котором можно посмотреть расписание. Ну, конечно, да. Там есть также и адрес. Там, в общем, есть вся необходимая информация, в том числе и правила поведения. А правила поведения в усадьбе очень жесткие. Мы по ним прибежимся, но чуть позже. Сейчас мы прервемся совсем ненадолго, после чего продолжим общаться с нашими гостями. Это телерадиоканал «Страна ФМ». Друзья, это программа «Лучшее в стране». И мы продолжаем общаться с нашими гостями. Мы сегодня говорим о первом в России театральном сериале в иммерсивном формате «Дом 1907». Агата Вавилова у нас сегодня в гостях. Автор идея, режиссер, сценарист, актриса, артистка. Все это с большой буквы. Рустим Бахтияров, музыкальный руководитель, композитор и также актер и артист. Уважаемый Рустим, ну, поведайте нам, пожалуйста, теперь, каково вам работалось. Ну, во-первых, текст Агаты. Я не знаю, доводилось ли вам до этого писать музыку? Да, доводилось. Я имею в виду, нет, не вообще, а совместно. Да, доводилось, доводилось. Мы вообще... Небольшая часть, ровно половина такого творческого объединения «Четыре Че». Вот, это вот, собственно говоря, Сережа Сорокин, который тоже является автором... Да, да, с автором идеи и директором постановки. Директором постановки, да. Да, у нас есть Андрюша Шкалдыченко, который принимает участие в этом спектакле. Он у нас еще голубями занимается, нашими дрессированными, да. Который участвует тоже в спектакле? Который участвует тоже в спектакле, да. Я теперь поняла, почему она должна быть простая и удобная одежда. В том числе... Чтобы не... Это все к счастью, кстати. Да, да, да. Это же только к деньгам. И вся эта история началась с мюзикла. Мы же все артисты мюзиклов. Да, причем уже по несколько в творческом багаже. Мы познакомились очень давно с Сережей. Мы, сидя в гримерке, придумали шоу одно. Потом приехала Агата. Они работали в Бале вампиров. В Питере? Тогда еще в Питере. Да, сначала еще в Питере. Потом наше шоу, которое мы придумали, мы свозили его еще куда-то в Питер, показали в Доме музыки. Не суть. В общем, мы начали писать свои песни. То есть это объединение 4Ч, оно производит такой творческий контент. Спектакли, концерты, песни, видеоролики. Мы делаем всякие разные... Различные фестивали. Это тоже вы все вместе? Потому что Агата же там победительница, участница множества конкурсов. Нет, нет, нет. Это я сама. Конкурсы и фестивали. Это все индивидуальная занятость артистов. В общем, действительно существует вот эта некая команда, которая случайно как-то вот так судьбоносно столкнулась и столкнулась. Мы попробовали написать пару песен. Эти пару песен понравились нашим слушателям, зрителям. И родственникам. Родственникам. Но родственникам не всем, кстати, говорят. В общем, у 4Ч появилась своя такая аудитория, команда, можно даже такая сказать. У нас есть свой такой костяк, который приходит на наши концерты, на наши спектакли. Маэстро, ну если конкретно говорить про его спектакль. Да, так вот. Подходя к этому. От сотворения мира. Когда появилась идея создать спектакль, и это иммерсивный спектакль, то сразу возник вопрос, что же это может быть как бы за музыка такая? Что же там может быть? Действительно. Там же и эпоха, и сплетение эпох, и времён. Да, кстати, там же говорят, что у вас путешествия во времени некогда. Не рассказывай. Потому что я не была, поэтому говорят. Не рассказывай. Да, говорят. Говорят. Вот, оно есть. Сегодня, наверное, это услышим даже немножко. Да, у нас это получилось. Вот, и мы сначала даже начали встречаться дома, наброски какие-то делать. Там вот прям там, я сидел там за фортепиано, она уходила на балкон, там писала что-то, приходила. Да, мы две строчки проигрывали, пропевали. Не, не то. Она опять уходит. Опять расходились. Музыка немного не туда. И вот так вот мы очень много всего сделали. Набросков, идей. Потом это, я сейчас уже могу сказать, что получился. Не побоюсь этого слова, даже в некотором смысле, вне зависимости, что это иммерсивный сериал, драматический спектакль, там, с хореографией, еще с чем-то, с чем-то, с чем-то. Это мюзикл. Потому что музыки там очень много. Очень много. Практически все два с половиной часа, да? Ну, я бы не говорила, что это прям мюзикл, но это музыкально-драматический спектакль. Ну, нет. Сейчас вы увидите, ну да. Все, короче. Ну, в общем, я так понимаю, что да, не просто рождалась музыка, но, тем не менее, в итоге получилось то, что должно получиться. Было, я так понимаю, изначально. Все прижилось. Все прижилось? Все прижилось, да. Вот сейчас, когда уже идет спектакль «Успешно», ты когда принимаешь участие, говоришь, слушаешь, нет, все-таки здесь надо было куплет мне по-другому сделать. Нет, такие муки не накрывают иногда. Есть другие моменты, когда ты же все равно принимаешь участие и слышишь, как работает твой партнер. А это он портит сейчас мой шедевр, да? Нет, не портит, но как-то такое ощущение, что вот надо бы взять ребят порепетировать там, или возникает желание. Возьми. Агата, у тебя такие же мысли. Возьми, возьми, порепетируй. Ты как сценарист, авторидей, режиссер, у тебя тоже такие мысли появляются, когда ты хочешь кому-то подойти из партнеров и прям полбу ложкой. Да, полбу ложкой я хотела еще вилкой лучше. Вилкой. Я вообще могу тебе сказать, что это удивительно вообще, когда ты переходишь в иное качество. То есть одно дело, когда ты работаешь просто как артист, да, которого пригласили, то есть есть режиссер, который на тебя поставил, ты ее выполнил, ты молодец. То есть, допустим, ты выходишь на площадку, и твой там, не знаю, партнер забыл текст. Это всегда весело, забавно поржать над партнером, сказать, а-а-а, не понял. Если здесь кто-то забывает текст, у тебя степень ответственности уже другая, ты стоишь, и у тебя начинает совершенно зараза. Ну почему? Ну мы же 300 раз это делали, почему ты все делаешь неправильно? То есть вот этот кайф от, то есть меня даже спрашивали, от премьеры, вот состоялась премьера, и меня спрашивали, ну как, как, ты довольна? Ну я говорю, не понимаю, потому что ты играешь за себя, ты играешь за партнера, поешь за того партнера. В целом за все, что происходит сейчас в этих стенах. Прервемся, пауза небольшая, скоро продолжим. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Да, друзья, и запоминайте, пожалуйста, усадьба Поливанова, Денежный переулок, 9 дробь 6, правильно я все говорю, да, ребята? Да, да, да. И театральный сериал в иммерсивном формате «Дом 1907». Агата Вавилова, автор идеи, режиссер, сценарист, артистка, актриса Ира Стимбахтияров, музыкальный руководитель, композитор, также актер этого замечательного театрального сериала. Мы немножечко поговорили о том, как работалось Рустиму, как создавалось все это музыкальное полотно. И, между прочим, те, кто нас смотрит, уже заметили, в углу гитару. Я хочу предложить Рустиму исполнить что-то. Конечно, от вас требуется рассказать сначала некую предысторию, хоть вы и не любите это. Нет, почему? Очень даже люблю. Вот этот романс, он у нас исполняется частично мною. Частично мною и еще одним артистом, которого я буду сегодня заменять. Это не любовный дуэт. Нет. Это не любовный дуэт и такой романс. Друзей. Нет. Нет. Давай я скажу о другом. То, о чем не успел сказать Рустим до паузы. Очень трудно было соблюсти музыкальную жанровость в условиях... Да, все-таки мы отсылаем время на сто лет назад. И брать за основу популярную в то время музыку — это катастрофа для нынешних ушей. Поэтому мы пытались... То есть это все равно некая стилизация. То есть мы брали за основу каноны, он брал каноны тех лет, и пытались каким-то образом развивать это в более современную сторону. Но есть... То есть музыка достаточно эклектичная. То есть есть какие-то живые вещи, которые идут вот-вот прям в режиме онлайн, с гитарой, под фортепиано. А что-то идет под оркестр. А что-то идет под... Ну, оркестровку такую. Да, то есть под какой-то стилизацией. Вот этот романс, он, наверное, наиболее близок к той эпохе из всего репертуара спектакля, скажем так. Ну, наверное. Может быть... Ну, просим, просим. Я должна надеть уши. Ой, я сразу чувствую себя чебурашкой. Как красиво. Очень красиво, да. Хорошо. 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 Дождь. Дождь. Понад городом моим. Лихо. Лихо. Дождь. Завевает сизый дым. Вихрем дождь. Ты бы сердце омыл мое, что в груди лишь о ней поет. Тихо дождь, и в нем тает прошлых лет, опыт дождь. И по лужам ног босых топот жизнь, как страницу перелеснуть, и сквозь дождь ей в глаза взглянуть. Робко дождь, ты пролей мою любовь с неба. Пусть превратится эта боль в небыль дождь на ресницах и на плечах, А в прозрачных ее глазах небо. Дождь. Мне б его испить до дна, чтобы в срок пришла весна, чтоб отпела в холода. В югом неб хоть на миг встречи час продлить, чтоб посметь одного любить, чтоб узнать, что такое жить. Браво! Маэстро, браво! Браво, Агата! Друзья! Спасибо! Друзья, это лишь маленькая музыкальная составляющая. Причем это не весь романс. Да. Мы его чуть-чуть... Время эфирное, потому что, конечно, его нужно беречь. Спасибо вам огромное! Первый в России театральный сериал в иммерсивном формате. Дом 1907. Друзья, усадьба Поливаново. Денежный переулок. Это посетить важно, нужно и просто жизненно необходимо. Друзья, для тех вот совсем нескольких людей, которые, может быть, не совсем знают, что это такое, что за слово они повторяют все время иммерсивно. Я допускаю, что таких совсем мало, но пара-тройка могли быть. Просто там в новогодних праздниках как-то так все было бурно и активно. Что это такое вообще? Давайте я сразу уточню один момент. Мы не пытаемся себя позиционировать как канонический иммерсивный спектакль. Потому что все-таки у этого жанра есть определенные свои законы, которые нами, как и многими нашими коллегами по цеху, представителями успешными на российских площадках этого жанра, соблюдаются не стопроцентным. Мы говорим о том, что мы существуем в иммерсивном формате. То есть в формате, где нет вот этой стены между зрителем и артистом. То есть иммерсивность предполагает собой некое погружение зрителя в процесс, в действие. Участие. Участие, да. Мы вовлекаем его. Здесь нет кресел, нет зрительного зала, нет оркестровой ямы. То есть нет вот этого разделения. Зритель у тебя существует вот прямо рядом с тобой. Он может, да, заглянуть тебе в глаза. Он может каким-то образом... Потрогать, нет? Ну, вообще считается, что как бы трогать нежелательно. Но мы, конечно, то есть у нас нет такого, что за нами ходит большой дяденька-охранник с дубинкой, если кто-то, не дай бог, прикоснулся. Нельзя. Но, в принципе, это нежелательно. Но, так или иначе, и мы периодически позволяем себе прикосновения. Ну, тут тоже такой момент психологии некой, потому что нужно же понять, кому можно прикоснуться, кому нельзя. Да, сейчас еще модно стало это... Кто пойдет на контакт, кто нет. Как это? Как это? Променад. Это когда люди ходят, вот передвигаются... Ну, вот это вот... Это слово не очень, конечно. Попался, да, один критик театральный, Татьяева, который как раз и пишет, что это вовсе не иммерсивный театр. Да, да, да. Это скорее спектакль-променад именно так. Так вот, променад это тоже некая такая часть вот этого иммерсивного театра. Все равно, да, формата, все правильно. Форматы. Да, именно поэтому я не люблю, когда говорят иммерсивный спектакль. Есть прекрасные примеры, да, и у нас здесь уже в России, очень достойных иммерсивных спектаклей. Это действительно круто и здорово. Друзья, поэтому... Не будем никого рекламировать, но они есть, это правда. Друзья, а посему, значит, обязательно нужно перед тем, как отправиться в усадьбу Поливаново на спектакль Дом 1907, нужно ознакомиться на официальном сайте dom1907.ru как раз с правилами этого самого дома. Ну, например, гостям не дозволено до 18-ти, кстати, эти ограничения возрастные, да? Есть. Действует оно? Есть. Что вы там себе позволяете? Ну, на самом деле, ничего критического, но наше законодательство считает, что мы, да, взрослые. Потому что мы 18+. Хорошо, значит, разговаривать не получится, шептаться там друг другу тоже не удастся. Мобильный телефон, планшет смартфона, съемка запрещена. Да. Так, селфи, значит, с Агатой точно не получится сделать во время, во всяком случае... Абсолютно точно. ...спектакля подбежать и сделать это. Прикасаться к жителям дома, пожалуйста, если вас об этом не просят. Но, однако, если попросили, можно, да? Входить в закрытые двери нельзя, уносить предметы интерьера дома... Да, было бы неплохо, чтобы не уносили, конечно. Были носили, да. Пока еще не успели, но... Нет, не были, что-то уносили. Но попытки были, да. Говорили, что что-то уносили. Так, значит, в алкогольном опьянении нельзя захотеть, понятно? С животными нельзя? Да, просто нельзя приходить в алкогольном опьянении, потому что... Туда, где тебя и так угостят вину. И так угостят, да. Поэтому... Вот оно что! Вы должны были с этого начать. Значит, ребят, где камера? У нас наливают! Куда говорить? У нас наливают! Сок есть. И сок в том числе. Да, и сок в том числе. Так, ну и понятно, значит, одежда удобная, обувь удобная, потому что все два с половиной часа нужно на ножках своих. Нет, ну там где-то можно приземлиться, но это такая эпизодическая история. Ну, я не слышал ни разу, чтобы кто-то жаловался вот прям очень сильно. Я видел... Я видел дам за 60. Я видел дам за 60, которые попали как раз вот в группу, которая... Третий, первый, третий, первый этаж ходят. Ничего. Выдерживают. Выдерживают, да. Вот их с непривычки, наверное. Но вы просто их видели на следующий день, что с ними, я думаю, там вот... Во-первых, мы за культуру тела, понимаете? То есть мы за оздоровление нации. Шикарно. Те, кто к нам приходят, еще и уходят с накачанными частями важными. Икрами. Ага, Рустин, ну расскажите нам, пожалуйста, тогда о реакциях каких-то зрителей. Вот чаще всего, что вы наблюдаете в глазах? Понимание, интерес, удивление, испуг? Знаешь, самое интересное, это когда ты вдруг вылавливаешь какого-то человека глаза в глаза. Ну, это и в жизни же интересно, да? То есть зачастую, когда ты ловишь человека, вот взгляд глаза в глаза, человек сразу начинает, да? Так сразу можно выявить, как бы, какой человек, уверенный в себе, неуверенный. Может он, да, выдерживает он взгляд или нет. Это же тоже игра в некотором смысле. Есть одна сцена, где мне приходится общаться со зрителем вот так вот, вот, глаз в глаз. Причем такая достаточно долгая... Ну, пауза, не пауза, но тем не менее, достаточно долгий контакт. И это очень любопытно. Сначала ты видишь человека, который просто, а, меня выбрали, прикольно, ну, давай посмотрим. Смотрит. Ты не отводишь глаза, потом ты видишь, как человек немножко... Потом начинается вот эта гармошка. От улыбки, да? Не понимаю. Отвести глаза, опять улыбается, опять возвращается обратно. И в итоге я, вот сколько было уже спектаклей, я с удивлением большим для себя отмечаю, что в итоге, как правило, человек вдруг совершенно меняет... Ты же видишь, что в глазах... Он вдруг начинает пытаться понять, что ты ему пытаешься сказать. То есть, человек все равно ловит тебя в какой-то момент. И он действительно ловит твои глаза и начинает пытаться впитать, о чем ты вообще, что ты ему транслируешь. И это очень интересно. Ну, что касается глаз, вот это... Огромное количество их наблюдали, находясь на сцене, а не вот в зрительном зале. Но это глаза все равно другие, чем когда они напротив. Чем те глаза, которые чуть ниже глаз. Да, да, да. Они там очень комфортные в зале. Конечно, конечно. Они всегда комфортные. Многие себе позволяют там... В телефоне или поговорить, что там отлично. Здесь тоже бывают такие случаи, но уже опыт есть, достаточно большой. И люди иногда, вот когда они переходят из одной локации в другой, они иногда так телефон достают, что мне там пришло сообщение. Очень интересно, что мы уже приловчились вклиниваться вот в эту жизнь интерактивную. Вот это, то есть можно подойти и что-нибудь сказать по поводу телефона. Ну, не по поводу телефона. Как это Андрюша шутил, что типа, что это такое? Это житель 1907 года. Да, да. А что это у вас? Что это такое? Да, или, например, ты ведешь группу и чувствуешь, что там в хвосте кто-то кричит там уже, там что-то... Там начинают бурно обсуждать. Это между собой гости. Да, гости начинают обсуждать предыдущую сцену, они идут и что-то. И у нас так интересно сделано, что лесенка одна, которая ведет вниз, над ней находится лесенка, по которой идут другие люди. И иногда, когда ведешь группу и можешь ударить туда кулаком и крикнуть, тихо! Ну, мой персонаж, он может себе это позволить, то там сразу начинается такая реакция. Ой, 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 простите, они все начинают сразу, да. Бывают такие моменты, когда очень неожиданный всплеск в сцене какой-то происходит, когда они все рядом с тобой находятся, и начинается какая-то экспрессивная тема. И это происходит вот прям вот у них на носу прямо происходит. Слушай, я бы сейчас все отдала за то, чтобы ты рухнул в прямом эфире. Не надо, не надо, друзья, не надо высоко лететь далеко. И очень... Вот когда наблюдаешь, смотришь в их глаза, они прям становятся бешеные какие-то. Да, в какой-то момент они настолько... Вот ты ощущаешь, насколько они погружены в процесс. Значит, зацепили. Да, да, да. Значит, попали в ту самую нужную точку, в то самое место. Иногда есть... Вот у меня есть очень экспрессивный момент, когда я прямо подхожу, выбираю зрителя, это всегда очень так спонтанно, рандомно. Нету там какого-то обязательного момента, когда я подхожу к человеку и очень долго смотрю ему в глаза и громко... Пою. Ну, пою, да. Ору. Ору, да. Ну, то есть это вот... И вот Агата рассказывает, что человек в какой-то момент, он так типа, меня выбрали, потом дальше начинает это. У меня вот был такой момент, что я наткнулся на девушку, и она такая, вот такая вот девушка вся стоит, а я на нее стою и ору. И она такая... Заплакала? Нет, она не заплакала, но она так... Почти. Обидела. Как-то она так... Зачем я пришла сюда? Нет, я даже не понял, то ли она мне сочувствует, потому что, ну, как бы, да, я жалостливо так все это ей такая... Агата, Рустим, что мы сейчас послушаем? Я знаю, что у нас заготовлен еще один номер музыкальный. Ой, у нас есть еще один музыкальный номер, да. Вот он будет совершенно другой, совсем другой. Да, вот это вот сплетение времен, мы не будем о нем рассказывать, естественно. Нет, естественно. Да не надо уже, мы уже не надеемся, конечно. Сейчас все станет понятно про дом, потому что в нем есть и романсы, в нем есть, ну, что-то такое оркестровое, достаточно такое симфоническое, что-то очень благозвучное, чистое. А есть вот такое? Есть вот такое. Я еще скажу о том, что мы все-таки, ввиду того, что мы, ну, как бы не мюзикл в прямом понимании, мы избегали вот этого, поговорили, а сейчас споем раз номер. Да, и так говорят раз и. То есть, каким-то образом мы пытались сделать так, чтобы вся музыка вырастала из разговоров, появлялась, ну, то есть, чтобы она, да, была продолжением сцены, чтобы не было такого. А теперь... Такое сквозное, чтобы было действие. Ну, ребята, сейчас будет... Я послушаю, можно? Мне интересно. А, сейчас мы только слушаем Агату. Ария персонажа, который, которую, собственно, я исполняю. Софья, правильно? Софья. Вот. И, услышав ее, вы неправильно себе представите эту женщину, потому что она многогранна. Ну, и такая в том числе. В общем, значит, мы узнаем одну грань. Да. Одну грань Софья. Да. Прочно ли заперты двери? Не пролетит и мухи. Здесь те, кто богом потерян. Духи, повсюду духи. Души проедены молью. Черные, слепы и глухи. Все их пропитано болью. Духи, повсюду духи. Слышите, как они шепчут? Вы слышите, как смеются? Слышите, как они плачут? И все равно остаются. Выхода нет из-за дверей. Тушит страх. Тушит страх. Всюду проклятых друзей. Тушит, сделай шаг. Оставляем враг. Только ответим не так. Боже, за что ты нас всех позабыл? Слышишь? Слышишь ли наши молитвы? В мире живых души бац заточил. И мне смести этой битвы. Я же молю о единой душе. Той, что в плену по ошибке. Как мне помочь, подскажи. Он все грехи скупил. Зажив за стеной из ста дверей. Тушит страх. Всюду проклятых людей. Тушит, сделай шаг. Оставляем враг. Только ответим не так. Подожди, наверняка вы уже знаете, будет ли продолжение сериала. Вот. Три серии, а уже существуют и идут. Ну, давайте так. Мы предполагаем в этом все равно некую, да, условность. Потому что нас тоже много пытались подковырнуть на эту тему. Сериал, не сериал. Что вы имеете в виду? Во-первых, почему я изначально говорила о том, что здесь присутствует... Что такое сериал? Мы смотрим какой-то фрагмент, который нам оборвали на самом интересном месте. Ага. А что дальше? Поэтому, когда ты перемещаешься из локации в локацию, из комнаты в комнату... Вообще тоже смена, да? Уже происходит. Ты вылавливаешь какие-то отрывки сюжета. Опять же, вот эта история с тремя этими линиями, с тремя, можно сказать, сериями, которые так или иначе... Да, нужно прийти на спектакль трижды, чтобы их увидеть. Я после Арии начинаю как-то снышно заговариваться. Она просто немножко возбуждает. Вот. Чуть-чуть. Но ввиду того, что сейчас сложилась колоссальная команда и единомышленников, и творческая, и продюсерская, и креативная, и актерская... Ну, надо быть идиотами, чтобы упустить возможность развиваться и творить дальше. Мы не уверены в том, что это будет прямое продолжение именно этой истории, именно этих персонажей, но нам повезло. У нас же есть, помимо десяти актеров, у нас же есть одиннадцатый персонаж, главный дом, который может себе позволить, который обладает историей, который в этот раз мы не стали использовать. Других жильцов. Абсолютно точно. То есть мы планируем продолжение, но пока ничего не будем рассказывать в плане того, что... Ну, потому что должны все досмотреть. Еще и это досмотреть? Да, 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 да. Мы еще сами не выиграли. Еще есть что смотреть. В этом спектакле есть что смотреть. Очень много всего. Очень много всего интересного. Ненадолго прервемся и продолжим общаться с нашими гостями. Друзья, у нас сегодня в гостях Агата Вавилова, Рустим Бахтияров. Это люди, благодаря которым жители Москвы, гости столицы, могут стать участниками, свидетелями, не знаю, первого в России театрального сериала в иммерсивном формате, дом 1907. Запоминайте, пожалуйста, усадьба Поливанова. Денежный переулок 936. Это совсем точный адрес. Абсолютно. Есть официальный сайт. Напомните, пожалуйста, о том, что начало в 1907. Да. Это принципиально абсолютная история. Но гости приглашаются к 1830. Вот, да. Поэтому, господи, не опаздывайте уже. Потому что у вас столько времени есть. Возмутительно. Да. Ну, и надо, конечно, сказать о том, что удовольствие не из дешевых. Это факт. Да, факт. Нужно, понимаете, рассчитывать. А это почему, кстати? Во-первых, существует некий, ну, такой негласный средний ценник, наверное, да? На подобные мероприятия. Поставить на подобного рода мероприятия. Не, ну, ценообразование у спектакля... Во-вторых... Неимоверное. Да. Во-вторых... А почему должно быть дешево? Почему? Ну, в общем, оно того стоит. Вот, что нужно сказать. Мне тоже так кажется. Ну, мы хотим в это верить. Люди легли костями просто в этот спектакль. Ну, три... Сколько костей там наших? У нас стало меньше костей. Они все там лежат. Наши кости. Мы стали гибче. Твой вес, наверное, меньше тоже. Абсолютно точно. Абсолютно точно. То есть, польза от этого есть. Да, конечно. Все равно. Рустим. Ну, ты же у вас величайший композитор современности. Я правильно понимаю? Не то слово. В общем, да. Ну, помимо того, что профессиональное образование как оперный певец... Он и Матвиенко больше не понимает. Я актер. И, то есть, понятно, что мы тебя видели и слышали и в мюзиклах. Многие видели и слышали, да? Ну, и, соответственно, еще вот не все, может быть, слышали твои музыкальные произведения. Это и песни, и целый реквием. Это вообще такая религиозная история, я так понимаю, очень мощная и серьезная, да? Цикл романсов. Ну, и, конечно, роли в мюзиклах. Скажи, пожалуйста, ты немножечко планируешь уже свою жизнь дальше? Вот после дома 1907 или пока ты целиком полностью... Вот это к вопросу о продолжении. Продолжение, но пока дом. Пока дом, да. Ну, мы живем там сейчас. Ага. Самое интересное, я просто быстро скажу, что те люди, которые придут, через, там, две-три недели, они уже, ну, увидят другой спектакль, чем те, кто приходил, там, 16 декабря. Потому что мы все время что-то меняем, добавляем. Потому что он все равно, он живет, и пока вот меняется. И музыку дописываем еще. Да, да, да. Нам вдруг начинает казаться, что, хм, а было бы хорошо, чтобы здесь бы... Поменять тональность, например, да? Или так, да. А вот Агата, например, она покидает иногда, я так понимаю, территорию усадьбы. Отправляется в Санкт-Петербург, в свой любимый театр. Театр комедии. Обожаемый. Театр, да, театр музыкальной комедии в городе Санкт-Петербург, который мне вообще дал пинок вот этот вот в мир мюзиклов в свое время, за что я его очень люблю и очень благодарна. Прекрасный, добрый, совершенно такой, добрая сцена. Ты задействована сейчас там в каких-то постановках? Да, да, да. По-прежнему идет мюзикл Джекела Хайт. Вот в марте мы закрываем очень любимый мною проект музыкальную комедию «Голливудская дива». Сейчас вот 16 февраля должен состояться мой первый выход в мюзиклах «Граф Монте-Кристо». По этому поводу я очень переживаю, потому что надо все вспомнить. То есть премьера-то уже состоялась, а я-то еще не выходила. Понятно. Вот. И вот, собственно, сейчас появились хиты «Бродвея 2», концерт такой театральный, в который тоже теперь нужно впрыгнуть уже в едущий поезд. Так что, в общем, да, 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 да. Ну и продолжение «Дома 1907», опять-таки, о котором мы уже сегодня говорили. Ну, может быть, он будет уже… Но чаще всего, знаете, Саш, я выпрыгивая из «Дома 1907», я прыгаю сразу в театр музыкальной комедии, и оттуда в поезд, и оттуда обратно в «Дом 1907». Бывают такие недели, когда я не заезжаю домой ни в… Ну, то есть ни в Москве, ни в Петербурге по 5-6 дней просто. То есть это вот это вот перемещение туда-обратно, с работы на поезд, на поезд, с поезда на работу, с работы на поезд. Ну, глядя на твои горящие глаза, я понимаю, что оно того стоит. Конечно, спасибо гримеру. Колоссальное удовольствие приносит все равно вам обоим. А значит, это не может не цеплять зрителя и людей, которые приходят. Я желаю успеха в вашей замечательной работе, очень интересной. Спасибо. «Дом 1907», пусть обязательно будет продолжение, неважно, с этими же героями или с другими, но главное, чтобы с вами. У нас прям 20 секунд, я вас искренне благодарю. Спасибо большое. Друзья, давайте друг другу всем скажем, до встречи в усадьбе Поливаново. До встречи, приходите к нам. «Дом 1907». Есть официальный сайт, узнавайте там все подробности. Ну, правда, очень любопытно теперь. Надо обязательно… Приходите, ждем, ждем, ждем. Угол empreстит. Уголение. 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 Продолжение следует...